Жившие в доме 9 по Моросейке, владевшие расположенными на его первом этаже магазинами, пригласили к себе домой приехавшего в Москву по делам благотворительности отца Иоанна Кронштадтского. Очевидно, сделано это было для встречи с ним отца Алексея. «Вы пришли разделить со мной горе?» – спросил батюшка. «Не горе твое пришел я разделить, а радость», – ответил отец Иоанн. «Тебя посещает Господь, оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить. Будь народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет». «Я воистину ожил. Вначале я думал, что делаю что-то, и уже многое сделал, но после этой встречи я почувствовал, что не сделал еще ничего». Разгрузка чужого горя и молитва, а теперь и собственное горе, сделали его необыкновенно чутким к чужим страданиям. Отца Алексея ни на минуту нельзя было представить без людей, без толпы и обступавшей его, особенно без детей. В нижнем жилом этаже храма батюшка открыл начальную церковно-приходскую школу, устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. Со своими воспитанниками батюшка предпринимал летом путешествие на богомолье в Троице Сергееву Лавру. Это доставляло детям много радости и счастья. Однажды на литургию пришел знаменитый художник Нестеров. Он стоял всю службу, был у отца Алексея, пил с ним чай, и когда его спросили, ну что, как, да чего уж чудесный, из-под ряс отовсюду мальчишки выскакивают, настоящий он, подлинный. Милующая любовь, вот чем был он богат. Сколько тут открывалось неожиданного. А ведь я венчал Вяльцеву, сказал он однажды. Какую батюшка Вяльцеву? Да вот известную. Она пришла ко мне и говорит, вы меня не прогоните, отец Алексей, не осудите. В московской духовенстве ее очень осуждало. Венчание было совершенно уединено, без пышности и гостей. Перед венчанием она исповедалась. Батюшка умилялся и удивлялся теплоте ее веры. Настоящему смирению и слезам. Мы, священники, должны бы так плакать перед свершением литургии, заключил рассказ батюшка. Он совсем особенный, говорил философ Бердяев. Впервые увидавший батюшку. Он какой-то цветящийся, в нем все особенное. Внешность, походка, манера говорить, обращаться с людьми. Он ни на кого не похож. Искренними духовными друзьями батюшки отца Алексея были современные ему оптинские подвижники. Скитоначальник отец Феодосии и старец Анатолий, перед которым он особенно благоговел. Мы с ним одного духа, говорил батюшка много раз. Отец Анатолий, москвичей, всегда посылал к отцу Алексею. А старец Нектарий однажды сказал кому-то, «Зачем вы к нам ездите? У вас есть отец Алексей!» Отец Феодосий приехал как-то в Москву. На все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптине несколько человек понадобилось. Одному это сверхсил. Господь вам помогает. Известный книгоиздатель Сытин, благодарный за разрешение батюшки построить по соседству многоэтажный дом с окнами на храм, выстроил на церковном дворе каменный двухэтажный дом для причта, вместо деревянного, пришедшего в полную негодность. Отец Алексей осветил закладку будущего дома, где в маленькой келье он совершит свой подвиг старчества и стяжает славу апостола любви. Что за блаженные были времена первых веков христианства, когда все христиане жили как один человек, когда стяжания приносились к ногам апостолов, их владельцами, когда не боялись никаких мучений за Иисуса Христа и охотно шли на всякую казнь, когда любовь была единственным законом, «А что теперь?» – вопрошал батюшку в своем надгробном слове. «Присмотритесь ближе к этой житейской суете мира. С утра до поздней ночи, от ночи до утра мир суетится для себя. Бывают, правда, минуты, войдет человек в храм, обнимет его силы небесной жизни, и он в горячей молитве забудет мир с его страстями, с его безбожием в жизни, духом понесется в небо. Он готов после жить только для неба, готов своими объятиями обнять все человечество. Он с омерзением смотрит на свои грехи и пороки, и в его душе разливается, как будто особенный мир. Но вот он опять вне храма проходит две-три минуты, и, увы, где прежний мир, где прежняя любовь и вера, дух суеты мирской, как ураган в пустыне, дохнет на прослезившегося человека страдной житейской заботы, и снова начинается старая жизнь по плоти, снова открывается работа миру и страстям. И так до нового момента поднятия духа. А как относятся люди друг к другу? Что прежде всего в этих отношениях? Себелюбие, которое во всем видит и ищет только свою пользу. Что мне говорить о тех страшных грехах, которые порождаются этим самолюбием? Пастырское сердце почившего, наверное, хранит в себе и понесет с собой в могилу обширную летопись этих грехов, поведанных ему на духу. И так забывающий Бога христианский мир, приди сюда и посмотри, как нужно устроить свою жизнь. Опомнись, оставь мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба. Вот пред тобой человек, который при жизни был, знаем многими, а по смерти удостоился таких искренних слез и воздыханий. А отчего? В чем его слава? Единственное только в том, что он умел жить по-божьему, как подобает истинному христианину. Не думай, что жить на земле только для Бога нельзя. Все гроб, который обличает тебя. В чем, вы спросите, смысл такой жизни? В одном. В полном умерщвлении всякого самолюбия. Что у него было для себя? Ничего. С утра до вечера он жил только на пользу ближних. Он никому, никогда не отказывал в своих советах. Со всеми был ласков. Он жил жизнью других. Радовался и печалился радостями и печалями ближнего. У него, можно сказать, не было своей личной жизни. Итак, христианин, приди к этому гробу и научись тому, что на земле нужно жить только для неба. Что такое жизнеустроение возможно и осуществимо, и что основание этой жизни в полном, деятельном самоотречении во благо ближних. любите людей, служите им. Вот что внушают нам в завет омертвевшие уста почившего. Но мир поступал иначе. В августе 1914 года началась Первая мировая война. Она всколыхнула страну. Беженцы из западных областей наводнили среднюю полосу России и столицу. Общее настроение было тревожно-выжидательным. Многие обращались к батюшке с вопросом, как молиться за пропавших без вести, за здравие или за упокой. Одним он говорил, что нельзя молиться ни за здравие, ни за упокой, а только о спасении души пропавшего. Другим, спросив имя, обернувшись к царским вратам и помолившись, твердо отвечал, молитесь за здравие или молитесь за упокой. В батюшкиных ответах проявлялась его прозорливость, но он это тщательно скрывал. Наступил роковой для страны. Семнадцатый год. Приближался Великий пост. К удивлению многих, батюшка прекратил свои обычные поучения о покаянии. Время призыва к покаянному подвигу прошло. Приблизился самый подвиг. В середине поста грянула первая буржуазная революция. В октябре власть перешла к большевикам. Давно нависавшая туча разразилась грозой. Упразднена частная собственность, закрыта духовная школа, пустел университет, закрыт Кремль. Начался разгон монастырей, национализация церковного имущества, осквернение святых мощей, брожение и разделение вплоть до раскола среди духовенства. Голод, холод, болезни. Люди просыпались от духовной спячки, народ хлынул в храмы. Горе увеличивало наплыв искавших у батюшки помощи и поддержки. Он стал принимать людей почти ежедневно. Очереди к нему на прием стояли часами и днями. «Теперь такое время, когда все пустынники и затворники должны выйти на службу народу», — говорил батюшка. И всего себя отдавал разгрузки чужого горя. Спасаясь от голода, москвичи едут на юг, на Украину. Приходивший к батюшке за благословением, он предостерегал от опасного шага куда-то бежать. И в Москве на асфальте будет расти хлеб. И указывал на пророка Иеремию, «Знайте, что вы умрете от меча голода и моровой язбы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. Мы виноваты, мы согрешили перед Господом», — говорил батюшка. «И никто-то другой, никто не должен отказываться пить общерусскую чашу горести, чашу наказания, которую дал Господь». В эти годы батюшка вновь затронул вопрос о монастыре в миру. И в миру есть отречение от мира. В миру, чтобы нас не захватывало то, что делается кругом нас. Нет Бога и прочее. Поэтому и тут, и там надо бороться со своим «я». Мирской должен быть монастырь. Я над этим давно работаю и думаю, что стена у нас уже есть. Думаю, что есть. Остается внутреннее устройство. За эту духовную монастырскую стену в те далекие годы Володю Быкову привела сестра. Он, как почти все тогда дети, мечтал стать пионером. А стал духовным сыном отца Алексея. Владимиру Владимировичу 92 года, но он хорошо помнит тот день. Это было в конце 1921 года. Я пришел сюда. Народу было огромнейшее количество. Пройти было очень сложно. Часа меня привела сюда к Огону, к сырье. И у меня стоял в себе мальчик и девушка, которые были здесь около Огона. И вышел отец Алексей, старец Алексей, подозвал меня, не знаю, как он меня узнал, и позвал меня непосредственно вот сюда, к левой стороне. Огнем меня расцеловал и стал мне говорить все то, что было у меня тайно и лежало на моей душе. Проговорил 10 минут со мной. И после этого я навсегда отцаивал эту мечту о премьерском лагере и ласковал эту общую. Дух благости, глубокой веры и любви друг к другу на долгие годы сплотил членовом российской общины. Владимир Владимирович, последний из тех, кто видел батюшку отца Алексея. Видно было немножко без намок, лосы немного склопочили, борода как-то была немножко намок. Был он маленький лоск, с круглым листом, но удивительно добрый, удивительно благости. Глаза его как бы промзали себе. А неказистый внешний лист на самом деле был обманщик. Это же был великий царь, царь глубоко любящий душой человека. Он как отец Никсарии, как отец Анасурии, старшего общения и пуссами, они брали на себя не только исповедь человека, они брали на себя его грех. И вместе с человеком, который пришел и исповедовал свой грех, он молился об этом грехе, как отца Анасурия. Я помолюсь. Это был его неизменный ответ всем и всегда, на всякую.